алексей пара вопросов от редких слушателей да кстати можно поблагодарить людей просто благодаря такое удовольствие получил от лекции за вчера и что столько народу да мы ели влезли все в огромный зал там под 200 человек было сколько там был я подсчитал 192 190 и люди приходили и уходили потому что не было место 200 человек будем писать 200 не сильная ошибка да все равно надо 200 человек на лекции в риге блин вот так с первой попытки спасибо друзья это было очень круто давайте я попробую поотвечать на вопросы и атмосфера какая была итак первый вопрос от кирилла крутого знаком ли алексей с современными настольными играми и какие из них являются самыми интересными с точки зрения теории игр для него отлично значит во первых две игры которые не с точки зрения теории игр с точки зрения чистой математики это сет и добль и кирилл найдет но вообще все кто захотят найдут в интернете у меня есть лекция математика настольных игр сет и добль с точки зрения теории игр сложнее ситуация если игра устроена так что в ней теоретика игровик быстро обыгрывать других она не поступает широкую продажу потому что ну как бы в ней нет смысла как в тех биржах где можно выиграть ну таких бирж нет да то есть в продажу поступают игры в которых мы вот со своими этими значит знаниями никого не можем обыграть то есть бывает что мы понимаем что происходит стратегически но чтобы мы смогли из-за этого выиграть нет таких игр в общем на рынке я не знаю мне очень нравится каркасон там вот стратегия кооперации да там давай вместе построим город нет я от тебя отгоражусь да вот какое правильное решение в этот момент это очень очень хитрый ломный вопрос или там мой сын говорит так все поля мои и все понятно или нет если кому-то непонятно он все равно все поля займет там супер дока в этих полях если кто-то начнет с ним бороться он победит любой ценой все это знают поэтому никто не лезет поэтому ему хватает по 1 крестьянина на каждое поле он всегда выигрывает ну тоже не всегда потому что бывает что кто-то копирируется против него до видит что мишка играет очень круто и начинает так сказать города строить совместный в общем это жутко интересная с точки зрения теории игр игра каркасон моя любимая в этом плане но я ужасно огорчаюсь когда проигрываю поэтому я не играю в эту игру хорошо тогда следующий вопрос да да еще румикуб отличная игра румикуб румикуб я думаю что я добавлю ссылочки на эти игры и даже видео так вопрос который недавно рассматрив а сейчас мы фанаты игры цуэфа цуэфа с детьми дмитрий бочаров я надеюсь что правильно прочитала фамилию спрашивает как про мотивировать обычных детей не тех кого укусили и кому интересно математика изучать математику ну как бы простой ответ никак мы как раз обсуждали предыдущем ролике с тобой сожалению то есть мой ответ такой я это делать не умею и не думаю что кто-то вообще может хорошо святослав сюрин спрашивает если положительный опыт комбинирования изучения математики и изобразительных искусств перспективы пропорции фрактал и все такое но я бы так сказал что знание этих разделов там проективной геометрии кривых того порядка конических сечений фракталов и прочего поможет художнику богаче использовать этот материал своих картинах и пожалуй это единственная связь которая знаю насколько универсальная профессия математик спрашивает дмитрий пекарев универсальный очень понимаю вопрос я думаю что человек имеет ввиду если ты получил образование математика найдешь ли ты себя в других вещах есть да 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 конечно ты приходишь в фирму ты получал образование математику наверняка экономиста может и быстро да сейчас вот станешь у нас тут экономистом или еще кем-нибудь ну я не знаю везде ли это работает но там в инженерном деле в программистском деле в экономике это безусловно работает евгений климов спрашивает стоит ли считать себя недалеким если с математикой все плохо но если вот это не понимаешь что не обязательно считать себя недалеким а если не понимаешь упорно не понимаешь степеней и работы с ними то может быть и можно а лучше не посыпать голову пеплом а просто взять вон ту книгу она там вдали математика для гуманитариев называется и читать ее спокойно день за днем так что не не надо считать себя недалеким смотрите безусловно любой человек может освоить какую-то минимальную там программу вопрос сколько времени ему требуется гению один день а в кавычках недалекому год ну все равно ты год через год ты будешь находиться в нормальной стадии в тонусе ты будешь понимать эти вещи то есть не надо переживать ну мы же разные силы физической я же не переживаю что я не могу поднять штангу весом больше там сколько-то килограмм но ну и не надо ну я при этом я с удовольствием там я на самом занимаюсь посмотрите вот там дрищ полный но на самом деле я занимаюсь и для своей вот физической формы для своего вида внешнего я довольно сильный то есть я в своем своей весовой категории я достиг того чтобы мог еще продолжаю там отжимаюсь много раз делать то же самое да если вы думаю ну если думаешь что там способности к математике не очень большие но есть любовь к ней это важнее чем наоборот вопрос тамары что вам кажется более важным в математике и и прикладная часть или то что это наука со своими законами и правилами последнее время все чаще говорят о математике как бы инструменте для вычислений физики и биологии и так далее прикладная или настоящая часть математика лишь настоящая все идет как нельзя вагон нельзя ввести в переведи паровоза ты не можешь сделать никакой прикладухи пока ты не понял и не почувствовал себя свободно в этих методах почему самолет летает я всегда спрашиваю на всех почему летать мы его поднимается подъемная сила до до подъемной силы поднимает и из бумажечки да самолетик как говорили вы никогда не выдумывайте прибор который будет лететь быстрее птицы да вы придумали самолет но вы никогда не сделайте прибор который существенно быстрее чем передвижные наземные это говорили там в конце 19 века кто-то говорил скептики да а дальше форму канала крыла формула жуковского комплекса анализ но если бы римана не было то какой самолет бы куда полетел то есть риман в середине 19 века и же с ним вся компания каши там они развивали этот анализ до жуковский написал какие-то формулы и потом полетел самолет со скоростью 1000 км в час и даже выше они наоборот невозможно сказать что где ваша наука здесь применяется где ваши самолеты они будут построены на основе нее что это павел это что да и когомология если в ту сторону увеличивается индекс она где-то применяется она объясняет все явления фундаментальной математики которые сегодня есть но чтобы на основе него какой-то прибор где-то работал до трактор там фурычал этого пока нет пока нет но никогда раньше нет что его не было вот вот что такое центральная математика она имеет свои внутренние смыслы и механизмы развития и именно им и надо следовать если у тебя хорошее чувство интуитивное центральной математики и это потом будет практикой через сто лет минковский выдумал формулы эти раньше инштейна а если бы не было минковского никакого что мы ничего у нас не было не теория относительности ничего это да так у нас еще осталось два вопроса последний дико классный значит кристина спрашивает как вычислить число протестующих на площади если по сведениям полиции их 900 а по сведениям какого-то фонда их 4000 да но я же с этого начал лекцию или кристина не было на ней не знаю это кристина была на лекция не было ну ладно если кристина не было возможно просто опоздали потому что это был первый сюжет значит количество протестующих полиции и протестующими обычно оценивается не в вилке 700 и 4000 вилки 1000 миллион но по крайней мере у нас в россии скорее такие вилки ну то есть не в четыре раза раз в 40 50 и поэтому задача чрезвычайно актуальна и первое первое что нужно сделать это выкинуть на помойку и официальные данные которые дает кремль и данные протестующих причем вот одинаково в один унитаз вот после этого надо взять эту площадь и применить голову вообще на сами я советую смотреть твою лекцию до применить голову не надо слушать ничего что говорится чему русский человек хорошо научился врут все по уголовно врет бессовестно оппозиции бессовестно же врут кремлевские там какие-то аналитики то есть если тебя нет своей головы ты никогда не разберешься ситуации нет никакой честный чистый там какой-то правды которую вот человек придется сказать я азом есть правда выберите меня я буду правдивый настоящий да давай приезжай ну в общем я к тому что нужно иметь свою голову на плечах и считать с помощью нее ну посмотри на площадь в интернете посмотри размеры этой площади в квадратный метр и переведи умножить на 34 так последний вопрос от романа очень хорошим как мне кажется первое насколько реально смоделировать урон наносимые экономики от коррупции и можно ли рассчитать теоретический предел экономических показателей например ввп отдельной страны при нулевом уровне коррупции ввп это у нас очень такое я понял да это и ввп и ввп и владимир владимирович путин то она в случае я думаю внутренний валовый продукт внутренний валовый продукт да ну а могу сказать это с твои работы не моя работа связана с тем как с коррупцией бороться и применимо в первую очередь даже не коррупции а к явлением воровства на заводах вот например северсталь очень сильно заинтересовался этой работой ездил на завод и проводил там лекции значит что касается коррупции тема раздута это первое утверждение то есть это то что как бы мы должны бороться с коррупцией это не мы должны а америка считает что мы должны просто чтобы нас опустить у вас большая коррупция поэтому не суйте свой нос в сирию да и такая типичная логика значит я считаю что коррупции ничего там в россии запредельного в коррупции нет абсолютно отдельные отдельные недостатки просто конкретно бороться с отдельными конкретными недостатками оценить экономический ущерб это я перехожу к прямому ответу на прямой вопрос просто невозможно даже до 2 2 порядка то есть даже дотрудно лезть с моделировать тоже никак нельзя то есть мы не не можем никто из нас не знает вилку вот менее чем сто раз не сможет оценить и поэтому это все спекуляции и инсинуации это ложь на букву п одно слово и пропаганда да лпп классическое у нас в россии выражение лпп вот то есть вред от коррупции который в россии наносится он достаточно большой но оценить его с точностью даже как в сто раз совершенно невозможно польза от коррупции тоже некоторые есть потому что ну как бы когда у тебя не прописано до конца правила игры то личные договоренности играют существенную роль и в этом плане я не уверен вообще что задачу бороться с коррупцией в россии надо ставить вот так как системно ставить но если например ты видишь какое-то безобразие явного рода например там какая-то собака лоббирует свою собственную продукцию и впаривает ее в абсолютно все школы в виде питания да то нужно написать заяву нормальную заяву в нормальный там фас и написать вот эта собака это делает давайте вот мы сделаем чтобы эта собака это не сделала если он ваш друг ну тогда не сажайте его на по крайней мере прекратить эту практику в россии вполне работает время от времени даже сажают в общем ответ от него ответ до конца никогда не поборем оценить эффекта невозможно и смоделировать невозможно но бороться с конкретными явлениями коррупции можно и нужно вполне реально второй вопрос от него же имеющий немножко мне кажется социологические какие-то расчеты возможно ли достаточно достоверно рассчитать уровень пропаганды в отдельной стране используя данные только из открытых источников надо опять попал полна абстракция это у нас где-то вообще полна абстракции если хочешь что такое коррупция я понимаю да что такое пропаганда что такое пропаганда я уже вообще не понимаю пропаганда это мнение высказанное за деньги . но понятно да вот вот что такое определение пропаганды разумеется оценить можно как а ну можно оценить посмотреть сколько америка платит этим всем пропагандистам можно до оценить масштаб в рублях в долларах но например пропаганду кремля я оценить не могу потому что все скрыто и засекречено сколько денег платится кремлевским ботом я не знаю и когда я вижу как пишет человек я не могу даже понять он пропагандист или он пишет правду с нашей стороны с чужой стороны обычно ясно потому что там источник финансирования виден из на 3 нет последний вопрос от от ольги будет я просто его помню но после лекции на спрашивал как заинтересовать учеников с направлением в программировании изучать тригенометрию это наверное вопрос о том как объяснить программисту что тригенометрия это важное не ну просто есть комплексные числа и они везде любых уравнениях там гидродинамики есть комплексные числа вообще везде просто везде есть комплексные числа тригенометрия есть запись комплексных чисел на координатах тогда такой программист тебе скажет ну а зачем я буду учить комплексные числа зачем не тригенометрия тогда незачем пусть работает овощем не даже нормально как бы нет я очень не очень понимаю это как бы вопрос зачем он абсолютно бессмысленную не хочешь не учи больше тут больше о том что объяснить человеку где это применяется потому что это настолько вот что-то в этом есть неправильное что какой-то юнец который там даже тригонометрию не выучил вдруг спрашивает зачем она нужна вот как то это это детский розгами все ответ очень простой розгами и учи себе но это бессмысленно это обсуждаешь просто бессмысленно обсуждать до декция дикта где-то детская диктатура выработан 300 лет мы вырабатывали программы математики вдруг какой-то хрен вылезает зачем мне нужна тригонометрия розгами нормально все спасибо тебя еще раз тогда все алексей она же байк открытка пока эту часть надо вспомнить расскажи как ты 200 километров на лыжах 100 200 200 ходят совсем крутые у нас есть кстати у нас самая на 175 есть тебе не тяжело 100 километров 100 нет а вот 175 я уже не очень пройду потому что начинается ночь мне плохо ходить ночью но вообще вокруг эльбруса вот варафон 170 по моему за сутки бегают бегом с подъемом 4000 нет не за сутки 300 часов это не я это не я нет я вот я я как бы сухой а нормальный марафончик но днем я не могу бежать ночью поэтому я не умею